Субтитры делал DimaTorzok Очень маленькое количество шло в кинотеатр, дабы увидеть слитые материалы на большом экране. Но эффект был уже не тот, увы. Что уж там говорить, я и сам на такое попадал. Самый яркий момент на моей памяти это Мэтт Мёрдок в Человек-паук Нет пути домой. Однако были и фильмы, сливы которых не помешали собрать кассу. И один из них прямо сейчас рвет кинотеатры в клочья. И о нём-то я и хотел бы сейчас поделиться с вами своим мнением. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрав, будет народ. Я Кинокочевник. И это моё всего лишь мнение. Этот фильм все фанаты кинокомиксов, супергероики и просто комедийных боевиков с элементами фантастики с рейтингом R ждали ни много ни мало 6 лет. Помните то время, когда в интернет слили необработанный ролик с Дэдпулом, который позже попал в фильм? А помните анонс с Рейнольдсом, который разорвал ютуб в клочья, в котором засветился Хью? Без всякого преувеличения, кроссовер самого популярного Иксмена и болтливого наёмника – самый ожидаемый фильм года. Столько слухов, столько сливов, куча ТВ-роликов и спотов. И одна из самых запоминающихся рекламных кампаний, продвигавших фильм. Так что неудивительно, что картина начинает по тихой грусти бить рекорды. Однако, фильм не настолько хорош, как первоначально его преподносили. Нет, в нём куча действительно клёвых моментов. Скажем, например, экшен. Вся серия про болтливого наёмника была целиком и полностью насыщена экшеном. Как и в предыдущих фильмах про Дэдпула, фильм начинается с экшена. Но к этому моменту я ещё вернусь. Постановка боёв, стрельба, драки – всё по-прежнему выглядит супер. Особенно отлично выглядят стычки Логана и Уэйда. Моя любимая их драка – это салон авто. Это был супер момент для меня. А там, где постоянные физические стычки, там и юмор. Я даже не знаю, что в этом фильме больше – комедии или боевика. Думаю, что первого. Дэдпул не был бы Дэдпулом, если бы кого-нибудь не постебал. Под его юмористическую раздачу попали буквально все. Кевин Файги, Дисней, DC Comics, Безумный Макс, Росомаха. Причём ему прилетало больше всех. Мальчиковый бойс-бенд из конца 90-х, начало нулевых, в начале фильма под песню которых Уэйд выгашивает сотрудников ТВА, при этом пританцовывая. Даже Хонде досталось и довольно крепко. Как в прямом, так и в переносном смысле. И, конечно же, все шутки разноуровневые. От лёгких и безобидных, находящихся в районе лишь упоминания тех или иных франшиз, до очень жёстких, похабных и чернушных. И вы не поверите, но в данной части, как и в предыдущих, есть драма. Причём все серьёзные моменты выглядят как старый, грязный, дырявый носок. За исключением моментов в самом конце фильма и перед дракой Дэдпула с Росомахой в салоне Хонды. Ну и к этому моменту я ещё вернусь. Честно, я понятия не имею, специально это было сделано или нет. Но выглядело это до смешного глупо. А вот уже в самом конце, когда Логан и Уэйт почти погибли, проносятся какие-то обрывки прошлого каждого из них. Вот это было действительно драматично. Думаю, что теперь можно перейти к самой спойлерной части видео. Камео. Когда вышел сольный фильм про Росомаху, и Хью заявил, что к этой роли он возвращаться больше не собирается, в интернете поползли слухи и новости о выборе актёра на роль нового Логана. Таким образом, сватали таких актёров, как Террен Эджертон, Дэниел Рэдклифф, Том Харди, видимо у кого-то пунктик на англичан, Дэнни Дэвита, Киана Ривз и ещё с полтысячи актёров. Однако, у кое-кого из создателей данной картины был свой вариант преемника Хью. Однако, это осталось на уровне появления Брэда Питта во второй части Дэдпула. Но врать не буду, мне понравилось увиденное. Интересно, а он так же как и Питт попросил взамен чашечку кофе, или ему ещё и круассанчик добавили? Вообще, все камео в фильме это один сплошной фан-сервис. Тут вам и враг карателя с Томом Джейном, и Леди Смертельный Удар, и Джаггернаут, и ещё куча персонажей из серии фильмов про Людей Икс. Правда, играет некоторых из них уже совершенно другие актёры. Но, вишенкой на торте являются второстепенные роли, которые были заявлены в вышеупомянутом камео. Электро в исполнении Дженнифер Гарнер из провальных фильмов Сорвиголова и Электро вау-эффект у меня не произвёл. Хотя и было приятно её в этой роли увидеть. Но наличие Блэйда от старины Уэсли Снайпса меня удивил. Если кто вдруг не в курсе, то в далёком 2005 году, когда вышел Блэйд Троица, на момент съёмок этого фильма Снайпс уже был супер-мега-звездой боевиков с огромными гонорарами. А Рейнольдс играл роли в молодёжных и романтических комедиях, причём не всегда в главных ролях. И отсюда между этими двумя постоянно возникали конфликты. Как нетрудно догадаться, организатором выступал Снайпс. Видите ли, негоже успешной Примадонни находиться рядом с каким-то смазливым простолюдимым. Интересно, как всё спустя столько лет перевернулось, не так ли? Крис Эванс вновь исполнил роль Человека-факела из Фантастической четвёрки. Единственное, чем он запомнился, это нецензурной бранью, супергеройским приземлением и крайне жутковатым выпиливанием из фильма. Но есть роль, которая меня действительно поразила. Гамбит в исполнении Ченнинга Татума. Много лет назад ходили слухи о том, что к разработке готовится сольный фильм про Гамбита, и главная роль должна была достаться именно Ченнингу. Там и сценарий написали, и режиссёра нашли, и главную роль утвердили, и начало съёмок обозначили. Однако сценарий решили переписать, режиссёра сменить, съёмки перенести. Вот так фильм про одного из самых ярких Иксменов сгорел в производственном аду. И вот нам показали то, что все мы должны были увидеть. И Татум в роли Гамбита просто потрясающий. И от этого даже немного грустно, что этому фильму так и не дали случиться. Я предлагаю создать петицию с требованием снять сольный фильм про Гамбита с Ченнингом Татумом. Ну и теперь перейду к самой сильной, на мой взгляд, стране фильма. Хью и Райан. Эта парочка вытягивала на себе весь фильм. Химия между ними способна металл растворять. Ещё на момент съёмок эти двое оставляли едкие комментарии друг у друга в социальных сетях. Одним из моментов был вопрос о том, как будет называться фильм. Дэдпул и Росомаха? Или Росомаха и Дэдпул? Они вот это, как по мне, в полной мере перенесли на экран. А когда Логан высказал Уэйду всё, что думает, перед моей самой любимой дракой в салоне Хонды, даже через маску была видна реакция Уэйда. Превосходно просто. И стоит отметить, что в фильме был совершенно другой Росомаха. Точнее, Росомахи. Не тот, к которому мы привыкли. По характеру более приближен к каноническому. Не слишком умный и очень воршливый. И часто требующий, чтобы Уэйд наконец заткнулся. А Дэдпул болтает без остановки и безжалостно подкалывает Логана. Они, как серьёзный старший брат и весёлый младший. Чуть выше я уже упоминал, что Дэдпул подшучивает над всеми, кого только видит. Так что и зрители попали под раздачу. Первый фильм про Людей Икс часто критиковали за вялый и нелепый бой Росомахи и Саблезубова. А в сольном фильме про Логана их бой показали максимально ужасно. В какой-то момент Дэдпул так и говорит, люди этого момента ждали 20 лет. Ииии... обломитесь. Всё в лучших традициях Аршавина. Ваши ожидания – это ваши ожидания. Он даже умудрился подколоть самого себя и его манеру ломать четвёртую стену. Я не удивлюсь, если этот фильм получит награду «Дуэт года». Ну а теперь на очереди самая слабая часть фильма. Сюжет. Именно сюжет делает этот фильм перерастянутой короткометражкой. Он бессовестно глупый. Серьёзно. Дэдпул и Росомаха сначала попадают в плен к Кассандре Нова, потом сбегают, только для того, чтобы к ней вернуться, чтобы в итоге с ней договориться, а потом вновь с ней сразиться и окончательно победить. Это даже при моём кратком пересказе прозвучало глупо. Что уж говорить про два часа хронометража. Такое чувство, что сценарий писали в попыхах. И Файги, отвергнув с пол сотни других сценариев, из безысходности согласился на этот. А этот писали, основываясь на слухах фанатов в интернете за последние лет десять. Если не больше. Нам обещали кроссовер чуть ли не уровнем Мстителей. А по итогу, одна группа, состоящая из уличной шпаны, решила отделать другую группу, состоящую из уличной шпаны. Если бы, если бы, Кассандра Нова хотела бы покинуть пустоту и искала бы кольцо Стрэнджа, а Дэдпул и Росомаха объединились бы с вышеупомянутыми персонажами, и в финальном бою погибла бы Электра, думаю, что получилось бы лучше. Да, таких сюжетов вагон и маленькая тележка, но, как по мне, это лучше, чем то, что в итоге мы получили. Да и драматичный момент с жертвой Электры ради спасения остальных был бы кстати. Еще мне непонятно, зачем буквально накануне премьеры фильма показали тизер с Дафни Кин. Просто испорченный вау-момент. Далее. Даже в трейлере нам всем показали стрелков на базе Кассандры. У кого-то автоматы, у кого-то какие-то бластеры, у кого чего. Оружия имперских штурмовиков только не хватает. Вопрос. В кого они все стреляют? Заново пришли всего шестеро, у двух из которых регенерации как таковой нет. И при этом они ни в кого не попадают. Может, это и есть те самые штурмовики? И как персонажи Фокс с таким финалом попали в основную киновселенную Марвел? Может, я невнимательно смотрел и чего-то не заметил? Что я могу сказать в итоге? Фильм не настолько выдающийся, как его преподносят. Я не спорю. Он смешной, драйвовый, хорошо поставлен, с хорошей актерской игрой, с долгожданным и горячо любимым составом актеров и персонажей, которые могут легко свести олдскулы. Он напрямую продолжает вторую часть Дэдпула в том же стиле, с небольшим количеством графики. Ну и девочкам есть на что посмотреть. Сюжет, как по мне, портит все хорошее впечатление от просмотра. Но что-то мне подсказывает, что упор делался именно на фансервис и с этим фильм справился. На данный момент фильм начинает бить разного рода рекорды по кассовым сборам. И я думаю, что это заслужено. Я понятия не имею, что дальше будет с персонажами. И я понятия не имею, что дальше будет с моим каналом и вообще с Ютуб. Но надеюсь, что все будет нормально и Кевин Файги придумает способ и дальше продвигать сюжеты с Росомахой и Дэдпулом. А Ютуб не заблокирует окончательно. Но я оставлю ссылочку на мои каналы в Телеграм и Рутюб. Правда, там пока ничего нет, но на всякий случай, если вдруг что, ссылки будут в описании. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова